Как бороться с тягой к сладкому? Практические советы от диетолога. Эксперт поделилась секретами, как освободиться от сахарной зависимости. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Но если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, пора задуматься о том, чтобы пересмотреть свои пагубные привычки. Диетолог Татьяна Дик посоветовала практические способы, как уменьшить тягу к сладкому. 1. Убедитесь в том, что вы питаетесь сбалансированно. Если в бжу нет умеренности, то вам будет хотеться сладкого. Это может быть и от недостатка медленных углеводов, и от недостатка жиров, и от недостатка белка. Не забывайте есть каши, макароны, картофель, сы хлеб и так далее, тогда сладкого будет хотеться меньше. 2. Ешь фрукты, ягоды. Если не можешь отвыкнуть от десерта после обеда, нарежь фрукт и неспешно пожуй его. Конечно, не после каждого приема пищи. Безгранично фрукты употреблять не лучшая идея. 3. Этот вариант вам понравится больше всех. Хочешь? Ешь. 10-15% суточного рациона можно выделить на вкусняшки. Шоколад, мороженое, что угодно. Не нужно есть мармелад и зефир, потому что это написали в ппшном паблике. Лучше скушайте то, что вам нравится. Зачем тратить калории на то, что не принесет вам удовольствия? Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды. 4. Десерт после приема пищи, это всего лишь привычка. Съешь кашу, а потом получишь шоколадку, знакомо. Да, вот это тоже оттуда. От нее можно отказаться. Нужно просто потерпеть некоторое время. Ну или вписывайте в свое кашь. 5. Нет стрессом. Многие замечали, что в стрессовых ситуациях начинают больше есть. Да, дело в гормонах. Это вроде и норм, и как бы нет, просто контролируйте себя. По факту, это несложно. Еда не решит вашу проблему, а создаст еще одну. Лучше сходите в зал. Ну или помедитируйте. 6. Если нечего будет есть, ты не будешь есть. Все просто. Не покупай домой сладости. Иногда мы просто едим из-за того, что на виду, хотя особо и не хотелось. 7. Недостаток хрома, магния и так далее, как правило, на тягу к сладкому особо не влияют. И их прием, особо не влияет на ее отсутствие. Вывод. Питайтесь сбалансировано. Ешьте максимально чистую пищу и пользуйтесь правилом 10-15%. Напомним, что ранее, диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения. Она перечислила полезные углеводы, которые следует включить в меню.